Спасибо. Ну, уважаемый Владимир Петрович, конечно, мне очень приятно выступить в этой аудитории, потому что я кончал, как и большинство присутствующих, я думаю, Московский государственный университет. Мы его кончили еще в старом здании, вот наше старшее поколение, мы там учились. Я был аспирантом второго года, когда переезжали в новое здание, мы таскали вещи, шкафы, стулья. В общем, было очень интересно. И, конечно, вернуться сюда, в эту аудиторию, к своим друзьям, сокурсникам некоторым даже, очень приятно. И ответственно, конечно. Я вот не знаю, смогу ли я сегодня найти среднее арифметическое между популярностью и желанием все-таки рассказать про нашу науку. Но попробую что-то среднее сделать. Надо сказать, что фундаментальная проблема медицины, я назвал это не случайно, потому что думаю, и это мое убеждение, что фундаментальная наука в чистом виде, в таком, как мы ее понимаем, то есть абсолютно никому не нужная сегодня, так сказать, повседневная жизнь вроде. Она на самом деле лежит в основе всего прогресса, и поэтому я буду сегодня говорить главным образом все-таки о фундаментальных проблемах, о том, где в основных научных вопросах. Вообще, надо сказать, что мы как-то стесняемся слова «фундаментальный» в его чистом виде. Я вот открыл академическую энциклопедию, там такого понаписано, видите, полстраницы аж. Википедия тоже, оттуда же списали, видно. Там непонятно, что они хотят сказать. Они хотят как-то извиниться за то, что фундаментальная наука, она фундаментальная. И сразу же, не успевая даже сформулировать, что такое фундаментальная, немедленно начинают говорить о том, а вот зато она очень может быть полезной. Ну вот, я считаю, что это совершенно неправильный подход в корне. Фундаментальная наука не ставит перед собой задачи никакой прямой пользы. Она вообще не ставит перед собой ничего такого прикладного. Это просто обычный вопрос в природе, что есть вещи, которые мы просто еще не знаем совсем. И эти вещи нужно изучать. Это самодостаточная задача. Не нужно придумать, почему мы должны что-то изучать. Достаточно того, что мы чего-то не знаем. Если мы чего-то не знаем, это достойное изучение. На это надо тратить время, на это надо тратить деньги. Это все равно когда-нибудь будет полезно. Но без этого человечество не стало бы человечеством. И поэтому фундаментальная наука, это наука, прежде всего, которая сегодня, вот прямо сейчас, абсолютно не преследует никаких практических задач. Это надо хорошо понимать. А другое дело, что, конечно, прикладные исследования тоже необходимы. Потому что после того, как фундаментальная наука что-то получила, у прикладных исследований появляется новый материал. Но принцип любого прикладного исследования, опять-таки, совершенно другой. Там принцип, это главное, ну, если говорить просто, конкурентоспособность. Прикладное исследование такое, которое можно потом, в конце концов, в деньги превратить. Если нельзя превратить деньги, то не надо делать вид, что это прикладное исследование. И вот мне кажется, что четкое различие, где кончается фундамент и где начинается практика, это как бы вот такой путеводный момент, когда мы выбираем, чем заняться. Надо, чтобы или была хорошая фундаментальная наука, то есть действительно новые вещи, или хорошая прикладная, то есть действительно новый продукт, который имеет ценность. Не надо это смешивать, это разные вещи. Ну, вот с этой прямой была я начинаю вперед. Какую фундаментальную проблему медицины мы сегодня рассматриваем? Ну, ясно, программируемая смерть клетки. Надо сказать, что сейчас появился очень простой количественный способ оценить интерес той или другой науки в научном сообществе. Проще всего это сделать врачам, как ни странно. Потому что у нас есть прекрасная, у медико-биологов, прекрасная база данных, которую, в конце концов, мы называем ПАБМЕДом, хотя там НЛМ и много других ресурсов. В которой можно просто посмотреть, сколько статей сейчас есть в мире и как это в динамике развивается. Так вот, надо сказать, что в медицинских журналах статей на тему смерть клеток, ну, как ни говорите, 349 тысяч, 350 тысяч статей по теме смерть клеток. Но самое главное, что это не только вот их 350 тысяч, а эти 350 тысяч появились сравнительно недавно. Потому что если про некроз речь шла с позапрошлого века, но смысл этого слова вкладывали совершенно не тот, который мы вкладываем сейчас. То, скажем, слова апоптос и уже настоящее понимание некроза пришло к нам только где-то вот там в 90-х годах прошлого века. А, скажем, понятие фераптос, вот наиболее новое такое вид смерти, это всего 5 лет прошло. В 2012 году был термин введён. Поэтому, в общем-то, смерть клетки в том смысле, в котором мы сейчас о нём говорим, это очень новая область и очень бурно развивается. Бурно развивается по той причине, что вы не найдёте ни одной медицинской проблемы, которая не была бы связана со смертью клетки. И, как ни странно, даже жизнь наша связана со смертью клетки. Мы, наверное, все знаем, что за год мы обновляем пятую часть нашего организма полностью. У нас мы на 20%. Через 5 лет мы совершенно другие. У нас все клетки другие, те, которые меняются, есть, которые не меняются. Но те, которые обмениваются, они обмениваются очень быстро. А клетки крови там несколько дней некоторые живут. То есть мы постоянно обмениваемся клетками. Но это что значит? Это значит, что не только мы должны новые клетки создать, но мы должны старые клетки убрать, чтобы их не было. Они нам мешают жить. Мы хотим обновляться, мы хотим быть молодыми постоянно. И поэтому смерть клетки – это не смерть, а это скорее даже жизнь в каком-то смысле. Это хорошая жизнь, она предполагает смерть клетки. Кстати, сказать, это в свое время прекрасно сформулировал Владимир Петрович Кулачев, который очень четко сказал. Есть феноптос – это элиминация пожилых людей для того, чтобы молодежь приходила им на смену, и вид сохранялся всегда свежим и бодрым. Есть апоптос – это смерть клетки. Нужно клетки обновлять точно так же. И есть митоптос, который сейчас другие термины используют, но митоптос тоже есть. Он части клеток обновляет. Понимаете, вот это постоянное обновление, оно лежит в основе этой смерти клеток. Теперь, какие виды смерти клеток? Надо сказать, что Борис Давыдович Животовский, который сейчас у нас в университете работает, и мы этому очень рады, что он пришел в университет и работает у нас на медицинском факультете. Он очень большой человек, большой вклад нес в апоптос. Я об этом несколько слов скажу позже. Он сейчас насчитал где-то 12 видов управляемых смерти клеток, а я еще встречал статьи, где-то там до 16 доходят. В общем, довольно много оказалось разновидностей смерти клеток. Но все-таки, как бы их много не было, основные остались все-таки прежние. Это на сегодняшний день, это больше всего апоптос и немножко фероптос, но еще некоторые вот эритоптос или эритроптос, то же самое, и нетоз. Вот сейчас очень интересно, модное тоже такое направление. Самый древний вид смерти клеток – это некроз. Но, конечно, он был введен для совершенно другого, чем мы сейчас это понимаем. Некротическое изменение у врачей и до сих пор – это такое, знаете, появление, ну, грубо говоря, такой язвы на пустом месте. Вот все было хорошо, и вдруг начинается язва какая-то на стопе, там, где-то там, на коже. Или под влиянием действия внешнего, скажем, обожгли, там, где-то. Потом началось изъязвление. Вот такая вот рана, которая кровоточит, и там воспаление. Это вот считается некротическая болезнь. На самом деле там некроза в строгом смысле слова, в современном, никакого давно уже нет. Некроз очень мало времени протекает, настоящая, если вот точно определить. А это все последующие виды смерти. А вот термин, к сожалению, немножко двойной. И сейчас под некрозом поднимают все-таки быструю смерть клетки. Смерть по причинам разным, но таким, который приводит обязательно к тому, что клетка уже жить не может больше. Она может создать ей опять хорошие условия, но она уже не жизнеспособна. И это происходит довольно быстро. Это происходит, как правило, в течение одного часа. Ну, иногда даже несколько минут. Это внезапная такая смерть, которая связана с тем, что жизнь дальше продолжаться не может. Вот в нашем организме с вами, который не подвергается, скажем, вдруг резкий удар гимнизирующей радиации, слава богу, такого нет. И который тоже интоксикации такой не бывает, что вдруг взял человек, отравился так, что все клетки отравились. До такого дела не доходит. Основная причина некроза в нашем организме – это отсутствие кислорода. Клетка, если даже со мной что-то плохое произошло, то клетки моего организма этого не знают. Я могу упасть, она умереть, а клетки ничего этого не знают. Они только знают, сколько кислорода вокруг них. И вот поэтому, если клетка от чего-то и умирает, то прежде всего от того, что ей кислорода не хватает. Ну, питательные вещества, какие там у нее есть, на сколько времени хватит, ну, шваки там надо удалять. Но это все гораздо больше времени требует. А вот кислород очень быстро. Прекращаем кислород, и клетка умирает. Спрашивается, а что же в клетке самое чувствительное к кислороду? И вы знаете, оказалось, и довольно быстро это выяснилось, что самые чувствительные в клетке к кислороду – это те органеллы, которые больше всего в кислороде нуждаются. Это митохондрии. Митохондрии погибают первыми. И если вы будете смотреть разные изменения, необратимые в клетке, которые произошли после прекращения доступа к кислороду, вы увидите, что митохондрии погибают в течение часа. Ну, иногда это зависит от температуры, от того, какая ткань. Иногда несколько минут, иногда, ну, два часа. Но все равно это очень быстро. Любые все другие виды смерти, они развиваются днями. Например, апоптос, он меньше, чем сутки редко развивается. Вообще, надо сказать, что есть такое понятие клиническая смерть и биологическая смерть. Вот, смотрите, клиническая смерть. У человека остановилось сердце. Врачи регистрировали смерть, это юридический факт. Одновременно человек перестает дышать, потому что легкие не имеют кислорода, чтобы можно было дыхать. Но человек еще 10 минут будет жив. Почему? Потому что через 10 минут умыряют клетки мозга, точнее, сосудов, которые питают мозг. Но 10 минут всего проходит, и уже нельзя вернуть обратно. Значит, некроз происходит очень быстро в мозговой ткани. Спрашивается, а что там так быстро произошло? А там так быстро умерли митохондрии. Именно митохондрии. Они погибли за эти 10 минут, и уже весь человек погиб. Что мы видим, когда происходит некроз в клетке? Внешне особенного ничего нет. Но мы знаем, что в течение первых 5 минут падает уровень АТФ. Кислорода нет, новый АТФ не образуется только за счет гликолиза, а это, в общем, довольно путь такой вяло идущий. Он не помогает, на самом деле, как это большинство клеток, в организме человека, по крайней мере. И поэтому падает уровень АТФ уже через 5 минут довольно сильно. А дальше происходит набухание всей клетки. Это очень понятно, потому что для того, чтобы клетка была сжатой, конденсированной, надо, чтобы было астматическое равновесие, одинаковое внутри и снаружи, суммарное равновесие астматическое. А мембраны клетки хорошо проницаемы для воды, потому что, во-первых, липидный бесслой хорошо проницаемы, а во-вторых, там аквапарин везде есть, то есть белок, который пропускает специальную воду, специально для этого сделан. И поэтому у нас нормальная клетка, она имеет какой-то определенный объем, который ей комфортен, и она в этом объеме живет. Но если нет АТФ, то перестает качать, работать калий-натриевая атеофаза. Мы все знаем, что наша атеофаза выкачивает 3 иона калия натрия, а закачивает 2 иона калия. Мы знаем же, от этого появляется дополнительный потенциал. Но мало кто задумывается, что это полуторакратное изменение астматического давления. Калия выходит в полтора раза больше, чем входит натрия. Это дисбаланс астматический происходит. И вот этот дисбаланс, он поддерживает сжатое состояние клетки, потому что внутри белка больше, чем снаружи. И получается, что астматическое давление снижено за счет натрия калия-теофазы, а белка много. И в результате мы живем в комфорте. Когда нет АТФ, у нас начинает разбухать прежде, что цитоплазма. Но это не страшно, это физиологично. Если вы вернете обратно, АТФ, все сожмется назад. Это обратимая стадия. Но уже через 20 минут начинается необратимый процесс. Начинают набухать митохондрии. А митохондрии тоже набухают, потому что у них мембрана становится проницаемой внутренне. И тоже такой же астматический дисбаланс происходит, тоже от недостатка энергии в частности. Но там немножко сложнее причина, я позже скажу. И вот эти чисто мембранные процессы, они приводят к тому, что вначале обратимые изменения произошли в морфологии клетки, а потом уже необратимые. Если митохондрии набухли, пиши, пропал. Но биохимических изменений много. Надо сказать, что так случилось, что когда я перешел из Академии наук в медицинский институт, я понял, что надо как-то ближе к медицине. И в это время наш ректор увлекался проблемой пересадки органов и тканей Юрия Михайловича Лопухина. И там пересадили почки в то время, Лопаткин прославился. В общем, была большая эпопея. И Лопухин спрашивал меня всё время, Юрий Андреевич, ну скажите, отчего клетка умирает? Ведь это же очень важно для пересадки. Мы же не можем, мы пересаживаем почку, а она уже мёртвая, а мы ничего не видим. Нужны какие-то критерии, давайте изучайте этот вопрос. Ну и в общем мы взялись, как-то так получилось, что стали это изучать. А поскольку кроме митохондрии я ничего делать не умел, митохондрию научился Владимир Петрович в своё время косинным образом, то мы взялись за митохондрию. Вот здесь я попытаюсь в две минуты рассказать всю суть наших исследований в течение четырёх лет, примерно с 1972 по 1976 год. Во-первых, мы нашли объекты, на которых было удобно работать. Это была либо целая ткань, которую можно было поместить в анаэробные условия и держать в сколько-то времени. Но самое главное, это были изолированные митохондрии, которые можно было поместить в абсолютно анаэробные условия, потом пустить кислород, менять газовый состав, добавлять, что мы хотим. То есть работать в модели. А модельные исследования, они тем хороши, что они дают довольно однозначный ответ, что там происходит. Там нет этой сложности, которая характерна для целого организма. Ну изучали мы, конечно, как все, дыхательный контроль. Кроме того, мы изучали способность митохондрии накачивать кальций. Митохондрии умеют набирать кальций. Они избыток кальция, если он попадает в клетку, они сразу забирают внутрь. Причем они могут понизить концентрацию кальция от той, которая во вне клеточной среде, это, ну, в общем, почти один миллимоль, а во внутренней клеточной там 10-7. Ну вот в митохондрии они могут до 10-6 забирать с себя кальций, а 10-6 и ниже они уже не могут забрать. Но 10-6 они поддерживают, такая резервная система. И вот при этой концентрации 10-6 ничего плохого в клетке не происходит, и клетка жива. Но в аноксических условиях кальций начинает выходить. И вот тут-то оно и получается нехорошо. Но и самое главное, что повреждение проявляется именно в том, что с одной стороны снижается дыхательный контроль, из-за руши внутренней мембраны становится дырявой, а с другой стороны снижается способность удерживать кальций. Кальций, аккумулирующий емкость. Мы это очень рано изучали с помощью флуоресценции татрациклина, который с кальцием дает комплекс в гидрофобной среде. И очень быстро мы поняли, что происходит дело так. Повреждается митохондрия непосредственно фосфолипазой А2, которая зависит от кальция. Она находится таким образом, расположена на внутренней мембране, что ее активный центр, чувствительный кальцию, расположен во внешнюю среду, во внутренней мембранной пространстве, в клетку. И поэтому, если митохондрия кальция захватывает и затаскивает внутрь, то этот кальций безопасен. Он изнутри не может активировать фосфолипазу, потому что активность центра у нее снаружи. Но если кальция окажется снаружи от митохондрии, то он активирует фосфолипазу. И фосфолипаза начинает разъедать мембрану. Дело в том, что у нас был хороший метод для того, чтобы это смотреть. Но это очень рано могли определять жирные кислоты в очень низкой концентрации за счет флуоресцентного зонда специально. И поэтому мы это хорошо проделали, такой эксперимент, когда мы смотрели, как активируется фосфолипаза во время, и как при этом падает способность митохондрии фосфолилировать, как они разрушаются. Они разрушаются фосфолипазой. Если вы дадите вещества, которые блокируют фосфолипазу, а там местные анестетики некоторые являются блокаторами, и соли меди в очень небольших концентрациях. И вот строгая корреляция наблюдалась между степенью угнетения фосфолипазы и защитой митохондрии от этого удара фосфолипаза. Вот эта кальций-фосфолипазная гипотеза, она в 1972 году была сформулирована, потом одно из следствий, это был так называемый термобилитетранзишн, который Хантер описал, но он описал через три года после того, как мы это сделали, но мы описали плохо, а он описал хорошо. И вот эта вся история с кальцией с фосфолипазой, она, в общем, говорит о том, что очень простой и, поверьте, очень древний механизм был такой вот гибели клеток от отсутствия кислорода. Произошло следующее. На земном шаре не было кислорода, были анаэробы. Потом появился кислород, это был удар большой по живым существам, они стали приспосабливаться к этому. Лучше всех приспособились те, кто использовали кислород для того, чтобы энергию добывать, создали дыхательную цепь и синтез АТФ на мембране электрохимическим способом. И вот эти наиболее приспособленные, они оказались уязвимы, потому что отсутствие кислорода, которое для других, для анаэробов было благом, для них оказалось смертельным. И очень любопытно, что вот это свойство митохондрии жить только в том случае, если они сами себя защищают тем, что забирают кальций внутрь. Вот это свойство митохондрии было известно очень давно, когда ещё митохондрии были неизвестны, когда то, что связано с дыханием, называлось циклофоразой. И я помню слова Владимира Александровича Ингельгарда, который цитировал кого-то, что циклофораза, как люди, чтобы жить, чтобы существовать, она должна работать. И это правда. Метахондрии должны работать, они должны защищаться, они должны иметь мембранный потенциал, они должны тащить кальций внутрь для того, чтобы спастись от кальция, который, если выйдет, их убьёт. И вот это вот любопытное свойство некроза. На это я хочу поставить точку, потому что мы сейчас перейдём дальше, к другим видам смерти. Ну вот, хорошо. Теперь немножко о уже программируемых видах смерти. Я быстро пройдусь по некоторым таким, ну, не самым для меня интересным, просто ими другие занимаются. Ну, например, эритроптоз. Эритроптоз или эритроптоз. Это кусок, если можно так сказать, кусок полного апоптоза, о котором я буду говорить более подробно. Кусок заключается в том, что старые эритроциты выбрасывают на поверхность свою фосфатидилсирин. Это фосфолипид, который вообще в нормальных клетках на поверхности не бывает. Его специальный фермент убирает внутрь клетки. Не внутрь клетки, а на внутренней поверхности мембраны. На внутренней поверхности мембраны его никто не чувствует, не видит, не знает, и всё хорошо. Если в клетке что-то неправильно, то фосфатидилсирин выходит на наружную поверхность. И эта молекула является сигналом. Сигналом для фагоцитов. У фагоцитов есть специальный рецептор на фосфатидилсирин. В нашем организме постоянный ночной дозор. Фагоциты ползают по поверхности ткани, по поверхности клеток, ощупывают каждую клетку и проверяют, всё ли там в порядке. Если там есть фосфатидилсирин, это сигнал тревоги. Фагоцит её съест. Это сигнал в научной литературе так называется. Итми сигнал. То есть съешь меня. Заимствованно, как вы понимаете, из Алисы в стране чудес. Съешь меня. Там она в пузырьке была. Так вот, это итми сигнал. Он появляется на поверхности эритроцита, когда эритроцит старый. У него мембрана становится более проницаемой. И появляется в среде эритроцита. После этого его фагоцит съедает, а организм делает новые эритроциты. Эритроциты довольно быстро обменяются. Но в патологии это ускоряется процесс. И вот некоторые такие патологические состояния приводят к тому, что это благо оборачивается в определенных случаях во вред, потому что появляется недостаток эритроцита, потому что начинают поедать уже и здоровые тоже. Но это уже патология. Сейчас я про всю медицину говорить не смогу, к сожалению. Второе тоже очень любопытное явление, которое в последнее время всех потрясло. Это нитоз. Вообще нейтрофилами, по-моему, только больной, то есть только ленивой не занимался. Я, по-моему, половину своей научной жизни занимался измерением химильной инстанции нейтрофилов, потому что это очень легко делать. Мы все берем химильнометр, смотрим, как они светятся, нейтрофилы, как у них дыхательный взрыв происходит, как они выделяют активные формы кислорода, как они убивают бактерии. Все это казалось таким хрестоматийным, понятным, и проще вроде и не бывает. Правда, мы знаем, что нейтрофилы довольно мало живут, они всего месяц там живут, и даже меньше. И что они чувствительны ко всему, вот они борются, скажем, с микробами, но часто нападают на такого врага, который их убивает. Или, например, промышленная пыль. Бывает промышленная пыль, которая нейтрофил проглотила, ничего ему не стало, а бывает промышленная пыль, которая нейтрофил проглотила, и после этого он погибнет обязательно. Но как-то про смерть этих бойцов мы не думали. Оказалось, что эти бойцы умирают. Умирают они совершенно удивительным способом. Они сначала готовятся к смерти. Они и так полиморфно-ядерные, у них ядро всё изрезанное, какое-то такое нестандартное. А тут у них это ядро совершенно разваливается. Там гистоны отлипают от хроматина, и хроматин превращается в нить ДНК, голый ДНК. Вы знаете, что в нейтрофиле ДНК много, потому что это там же геном. А геном такой же, как у всего человека. Он очень большой. Вот если это ДНК вынуть из нейтрофила, это будет 4,5 метра длины проволока. Это 4,5 метра свернуто в крошенную клеточку. То есть там сетка будет здоровая какая внутри. И вот эта сеточка, она расправляется, расправляется. И в конце концов она распирает нейтрофил, нейтрофил теряет свою оболочку, и вместо нейтрофила оказывается сетка густая вокруг, в которой запутываются окружающие нейтрофил бактерии. И нейтрофил, даже убитый, продолжает с ним бороться, потому что в этой сетке запутываются, помимо прочего, гранулы, которые внутри нейтрофила содержатся, которые когда лопаются, из них выходит мелопероксидаза, а нейтрофильные мембраны продолжают вырабатывать активные формы кислорода. В результате мелопероксидаза плюс пероксидорода дает пероксинитрит, а пероксинитрит разрушает бактериальные стенки и вообще страшно токсичное вещество. И вот этот воин, который умер, а его останки продолжают сражаться с врагом, это, конечно, образ, который стоит перед глазами всех ученых, которые это изучают. Но этот воин не только, когда умирает, сетку выбрасывает. Нейтрофилы, когда и живые оказываются, иногда тоже у них какой-то кусок активируется, и оттуда выстреливает эта сетка, опутывает микробы. Нейтрофил еще не совсем умер, он потом еще поживет немножко. А эта сетка все равно опутывает микробы и их убивает. И вот эта героическая смерть нейтрофила, она сейчас привлекла внимание очень многих ученых, потому что научились видеть это в микроскопе. Появились красители соответствующие и конфокальная микроскопия, которая позволяет это все видеть. И вроде бы мелочь, а сейчас появился, вдруг неожиданно, появилось совершенно новое знание очень давно известных клеток. Ну вот здесь я уже не могу это рассказать, я начал смотреть, какое количество болезней связано с тем, что нейтрофилы умирают не тогда, когда нужно, и не там, где надо. Даже трудно себе представить, я даже не думал, там тромбозы, там раковая клетка активируется, еще что-то происходит. В общем, целый набор болезней, но в медицинской аудитории, наверное, это было бы более уместно, здесь у меня времени будет. Поэтому я просто... Поверьте мне, откройте Википедию, и вы найдете десятки и сотни болезней, которые связаны с тем, что нейтрофилы начинают умирать не там и не тогда, когда им полагается. Ну, хорошо, наконец я прихожу к своему любимому коньку, апоптозу. Надо сказать, что о апоптозе, как и о многих других вещах, я услышал от Владимира Петровича Скулачева, даже не от него самого, конечно, это мне редко удается сделать, а из литературы. Потому что в 2000 году появилось несколько обзоров Владимира Петровича на английском языке, и очень понятных, потому что апоптоз и до, и после писало огромное количество людей. Но большинство обзоров так устроено, что чем больше их читаешь, тем меньше понимаешь, что происходит. Все сложнее и сложнее, а как-то Владимир Петрович это избегает. Он ухитряется как-то просто очень написать. И вот я когда прочел все это дело, я сразу понял, что такое апоптоз. Апоптоз – это очень интересное развитие событий. Снаружи на рецепторы специальные, апоптотические рецепторы на поверхности клетки подходит некий белок. Ну, тумронекрозисфактор, как один из объектов, на самом деле там и определенные фрагменты иммунокомплексов, и много белков есть, которые апоптогенные. Это сигнал организма, этой клетки, что давай, хватит, пара, ты уже мне не нравишься, или ты вообще враждебная, мы хотим тебя убрать. Значит, рецептор передает сигнал внутрь, то есть, короче говоря, там происходит изменение к информации некоторое, и внутри обнажается активный центр протеаза. Эта протеаза хватает проплывающий мимо профермент, прокаспазу восьмую, и ее прицепляет, и отрубает ей кусочек по сириновому остатку, это сириновая протеиназа, все эти коспазы. Вот кусочек отрывают белка, хобот отрывает, выбрасывает этот без хобота, как у Киплинга, слоненых без хобота остается, тронкейсет. Вот это обрубленный кусок протеазы, он активный фермент, он хватает следующую протеазу, и пошел ферментативный каскад, похожий на то, что происходит при свертывании крови. Идет каскад ферментативных реакций, который усиливает сигнал. Ну, здесь не так далеко это идет вначале, потому что доходит до митохондрии. Вот тут не совсем сейчас, даже до сих пор все ясно, но, тем не менее, факт налицо, что вот этот сигнал действует на митохондрию, и она загорается, так скажем. Она загорается, там пожар начинается. Тот же пожар, кстати, может начаться от внутренних причин. Если там гипоксия была, а потом реоксигенация, то тоже будет митохондриальный стресс. Если интоксикация некоторая, то тоже будет митохондриальный стресс. Перекс, наэксин, липиды, облучение и так далее. То есть, или внешние, или внутренние причинения, но действует, в конце концов, на митохондрию. Это вот знаменательно, понимаете? Метахондрия чувствительная оказалась и при некрозе, и при апоптозе она оказалась мишенью. В митохондрии происходит после Кулачева образование активных форм кислорода. Это широкое понятие, на самом деле. В активные формы кислорода входит и перекс водорода, и радикалы, и в том числе супероксид, и другие радикалы, например, гидроксильный радикал. Туда же входит пероксинитрит, если он там был, но тут-то его нет, конечно. Это в нейтрофилах. И что самое главное, вот это не надо забывать, что в активные формы кислорода вот в это понятие входят еще и липидные радикалы, то есть которые в мембранах образуются. Вот это все вместе, ну, в то время еще нельзя было так хорошо различить, как сейчас. Вот это все вместе, это активные формы кислорода, это тот сигнал, который, во-первых, действует на саму митохондрию. Она в результате этого стресса становится проницаемой, внутренняя мембрана. Внутренняя мембрана, когда она стала проницаемой, она начинает растягиваться, толкает наружную, давит на нее, и в результате в наружной мембране от этого давления изнутри появляются поры. И поры большие, это мегапоры, через которые уже может выйти светохром С, который находится в межмембранном пространстве. Вот этот светохром С уже другой, а тот, который в межмембранном пространстве, он такой же, как в дыхательной цепи, но в дыхательной цепи он встроен в белки, а тут он в равновесии находится с жидкими растворами. И вот этот светохром выходит из митохондрии, и тут включается механизм, в раскрытие которого до 2000 года приняли участие целый ряд групп ученых, в частности лаборатория Аренбурса, в которой работал Борис Животовский. И, конечно, Борис Животовский сделал не единственный, но исключительно изящный опыт. Он микроэлектродами, сотрудниками втыкал в разные клетки, в разные клетки в культуре, втыкал микроэлектроды и впрыскивал цитохром туда, прямо в клетку. И как только попадал в клетку цитохром, сразу же начинался апоптос во всех клетках, несмотря на то, что они были разные. Таким образом, было окончательно доказано, что когда цитохром С попадает в цитоплазму, запускается каскад апоптотических реакций, образуется апоптосома, там фермент-1, фермент-2, фермент-3, потом нуклеазы активируются. И кроме того, но это уже в обзоре с Кулачевым тоже описано было, кроме того, активные формы кислорода каким-то образом попадают на цитоплазматическую мембрану из митохондрии. Кстати сказать, все последние данные это подтверждают, то, что было тогда в какой-то мере предсказано. И там начинается окисление фосфатидилсирина, и опять же, вот в этой работе было фактически на очень небольшом материале показано то, что потом долго и мучительно, но зато с успехом изучала лаборатория Каганова с помощью хроматомасспектрометрии, что фосфатидилсирин не всякий дает хороший сигнал «съешь меня», а в тысячу раз более активным оказывается окисленный фосфатидилсирин, который окисляется в результате вот этой активной формы кислорода. Ну, кроме того, там инактивируется фермент, который туда-сюда таскает, поэтому по нескольким причинам появляется, выходит фосфатидилсирин на поверхность, и фагоциты съедают клетку. Значит, она изнутри себя делает харакери, а кроме того, друг ей голову снаружи отрубает. Вот такой двойной удар. Надо сказать, что и некроз, и апоптоз сопровождаются появлением, как бы сказать, начинаются с появления плохих метахондрий. При некрозе это метахондрии, поврежденные фосфолипазой. При апоптозе это метахондрии, которые повреждены собственными или чужими свободными радикалами. Это свободно-радикальный стресс, как мы чуть позже увидим. И организм в этом огромном многообразии, которое в живой природе встречается благодаря эволюции, организмы отобрали стаки, которые умеют в определенных условиях на определенном этапе тормозить этот процесс. То есть метахондрия повредилась, а организму пришло в голову, что, наверное, все-таки рановато. Я запаниковал. Эта клетка еще может жить. Может быть, нам как-то остановить этот процесс? И вот есть механизм остановки апоптоза на раннем этапе, да, а может быть, даже и некроза на раннем этапе. Когда метахондрия повредилась, а клетка хочет жить дальше, тогда появился механизм механизм метоптоз, я написал метоптоз, да? Нет, это я написал под влиянием Владимира Петровича на самом деле. этот механизм называется теперь аутофагия. Это аутофагия. Но на самом деле, это я так думаю, что это как бы, я, может, ошибаюсь, но кто-нибудь скажет поправить. Это, наверное, разные вещи, но все-таки цель у них одна и та же. Так вот, аутофагия заключается в том, что организм обволакивает эту больную метахондрию оболочкой, похожей на наружную мембрану. Там получается нечто вроде лизосомы, эндосома такая. И в этой эндосомы организм начинает впрыскивать активные формы кислорода, получается вроде бы внутренний фагоцитоз. Внутри, сам себя фагоцитирую изнутри. И вот такая ауто-лизосома сначала аутофагоцома, потом ауто-лизосома, которая саморазрушается, убивает самитохондрии, которые нам не нужны. И клетка сохраняет свою жизнеспособность. Но это я немножко отвлекся от смерти клеток, потому что это скорее не смерть, а борьба со смертью. Мы переходим к самому апоптосу. Надо сказать, что очень большой вклад в апоптос внесла работа Валерия Ефимовича Кагана 2005 года. На самом деле основные идеи были высказаны на год раньше. И высказал их, ну, они с Каганом, конечно, вместе думали, но во всяком случае одним из моторов был Гриша Борисенко. Что надо сказать, что вот так сложилось случайно, что вот момент, когда было сделано это, в общем, по-моему, очень крупное открытие, четыре сотрудника с моей кафедры были у Кагана в лаборатории. Так вот как-то съехались. И они все участвовали в этой работе. Это был Толя Осипов, Гриша Борисенко, Наташа Беликова. И она, правда, да, и я тут как-то тоже подвернулся, но только на год позже. Вот. И что самое главное было тоже не наше сотрудничество, но тоже из Москвы, Ирина Власова. Вот они все участвовали вот в этой совершенно феноменальной работе. Работа заключалась в следующем. Когда купил и установил у себя, я видел, как это делается, очень сложный прибор, по тем временам немыслимо сложный, хроматомаспектрометры. Это хроматография и массоспектрометрия липидов одновременно. Один, там, два человека он выгнал, потому что они не могли справиться с этой техникой, потом они сами взялись, в общем, хорошие, смогли, совладали и стали работать вот на этом очень мощном приборе, который позволяет определять окисленные формы липидов. И первое, что они обнаружили, что они могут определять окисленный кардиолепин, гидропероксид кардиолепина. Это тип периксного окисления липидов. И что оказалось, что периксное окисление липидов из всех известных проявлений апоптоза идет первым по счету. Первым оказался именно это появление кардиолепина окисленного. Он с самого начала апоптоза шел. На два часа раньше, чем все другие события. Через два часа только после этого цитохрон С выходит из метахоны. Почти одновременно запускается каскад Каспас. И еще через полтора часа появляется фосфатидилсирин на поверхности клетки. Когда мы знаем последствия событий, мы тем самым знаем, что является причиной, что является следствием. И поэтому мы можем сказать, что апоптоз начинается с того, что цитохрон С с кардиолепином образует комплекс, это был постулат вначале, образует комплекс, который активной пероксидазой является. И этот комплекс окисляет липиды вокруг себя. Ну, вокруг него в комплексе больше всего кардиолепина было. Он сам себя окисляет. Ну, и другие фосолепиды тоже окисляют. Какие? Кругом плавают. Это первый этап. Перекс на окисление липиды приводит в повреждение внутренней мембраны метахондрии. Она растягивается дальше, пошла-поехала. Выход цитохрон С, активация КАСПАД, и пошло все по схеме, о которой я уже говорил, и в конце концов кончится апоптоз. Это был переворот, потому что никто не думал, что цитохрон С образует какой-то комплекс, ему полагается электроны таскать, а он вместо этого образует какой-то комплекс и два раза участвует в апоптозе. Сначала он образует комплекс, который метахондрии повреждает, и этот комплекс приводит к тому, что метахондрии становятся проницаемы, и другой цитохром, молекулы того же самого белка, выходит из метахондрии и вторую функцию выполняет, запускает каскад КАСПАДных реакций. Вот такая удивительная картина. Надо сказать, что с 2006 года, когда я был в лаборатории Кагана, приехал туда, начитавшись Владимира Петровича с желанием начать заниматься апоптозом, я к удивлению своему увидел, что Кагана уже целый год не слезает с проблемой апоптозы. Они меня посадили за спектром фотометра, и я тоже начал что-то там мерить вместе, всем скопом. Здесь нарисовано последующее развитие событий. Оно вкратце сводится к следующему. Я понял, что это очень интересно, и это биофизично, и поэтому занялся с этой проблемой. Тем более у нас объектно плохо, а комплекс светохром-С оказался очень привлекательным. Берете кардиолепин, покупаете, где-то покупаете, покупаете светохром-С тоже где-то, смешиваете, получается у вас комплекс, я так себе представлял, и давай его изучать, как все это делать, еще прочее. А это как раз уже было в университете, тут у нас кафедр только организовался, ничего не было, поэтому работать уже было так вот, только с очень простыми вещами. Ну, мы так и стали делать, и что оказалось? Как только мы начали, мы начали опровергать других. Дело в том, что оказывается, связью кардиолепина с мембранами очень многие люди занимались, давно, и никакого апоптоза еще по мини не было. Просто занимались фундаментальной наукой, она же не спрашивает, зачем. Делали просто, смотрели, что будет. И первым показалось, что будет, или ему показалось, что он показал, это был Браун, который в 1977 году сделал простой эксперимент. Он взял липосомы, добавил туда снаружи немножко цветохромчику, там сколько-то село на липосомы, он померил размер липосом, который был до, который был после, увидел, что липосомы до и после примерно одинаковые липосомы так и остались, цветохром там был на поверхности, он подумал, что этот цветохром наверное какой-то другой, новый, и создал теорию мембраны связанного цветохрома, согласно которой на липосомы садится цветохром, он когда сел немножко, информация поменялась, свойства немножко поменялись, и на этом дело кончилось. И эта теория, несмотря на то, что она простая, в общем, даже примитивная, она продержалась до сих пор, вы откроете любую статью, вы увидите, что мембрана связанная цветохром лежит в основе всех рассуждений. Там какие-то случайно появлялись работы Декрюф, еще кого-то. Ну, это было все какое-то такое, знаете, немножко не то. А вот все знают, что на мембрану садится цветохром, он там что-то с ним делается, и дальше он начинает работать, надо было говорить, так, иероксидан. Так и Каган думал, и мы так вначале тоже думали. Но потом оказалось, что что-то не клеится. Там, во-первых, не клеилась стихиометрия, потому что, когда вы добавляете кардиолепин к цветохрому, то у вас начинает появляться пероксидазная активность. Но она кончает появляться, когда 100 молекул или 50 молекул кардиолепина вы добавили к цветохрому, а до этого она все время растет. Точка перелома где-то, ну, 35, самая маленькая, 50, а то и под 100 подпирает. Это ни в какие ворота не лезло, потому что, если у вас на поверхности митохондрии садится кардиолепин, то есть цветохром, то у вас там огромные преимущества, но на самом-то деле там в одном месте только молекулы активные, да, там, в том месте, куда она села, на поверхность, там не может быть к ней прикреплено много кардиолепина, остальное кардиолепин вне этого места находится, а к ней может прикрепиться, там долго считали, строили модели, 4 только, только 4 кардиолепина вот в этой точке, где цветохром сел, это места связывания, хорошо изучили, вот только 4 здесь есть, и поэтому весь комплекс это 1 к 4, а активность 60 к 4, это как? Значит, получается, к 4 присоединяются, а остальные как-то активируют? Никак не понятно, и никому было непонятно, я голову сломал, ничего не могу понять, и другие тоже спрашивают друг друга, прижимаем плечами. А потом девочка, которая пришла к нам студенткой, дипломницей, стала практику проходить, ну и стала там учиться всему, решили посмотреть малоголовое рассеяние комплекс цветохрома с кардиолепином в рентгене, а там нужны большие концентрации, чтобы увидеть, и в общем она взяла довольно крепкий раствор цветохрома, туда бухнула крепкого раствора кардиолепина, у нее был полосок. Но поскольку кругом были физики, это было в институте кристаллографии, они кинулись этот осадок изучать, они же кристаллографы, обнаружили, что осадок это кристаллический, кристаллы эти можно померить, и что они умеют делать, это межплоскостные расстояния определять, если это размеры тех частиц, которые образовали кристалл. Ну вот здесь нарисовано немножко, может быть, плохо видно, вот это то, что мы увидели, увидели пики в осадке совершенно фантастические, померили размеры и получили, что эта штука, это шарики такие, стали считать, чего, как это может быть, и выяснилось, что никак не объяснишь, кроме того, что это наносфера, образуются наносферы, в середине цитохром-С, вокруг монослой кардиолепина, гидрофобный, а головки полярные присоединены к цитохрому, поверхности. Вот эта наносфера, она, конечно, такое чудо морское никто не предполагал, но вот тут она нарисована, вот нарисуют, вот она такая, вот как здесь нарисована, ну, по этим данным очень хорошо можно все рассчитать. Выяснилось, что цитохром там расплавленный, то есть он не сжатый, как он в воде, там 4 нанометра всего, когда он маленький, а он, у него почти 6, 5,5 нанометров, он расплавленный. Значит, эти головки заряженные, они, когда образуются, они его растягивают поверхность, и он делается расплавленным. А то, что он делается расплавленным, он становится ферментным активным. Вот такая простая концепция была выдвинута. Ну, очень много было потом споров, говорили, что это в кристаллах, а мы взяли, перевели в гидрофобный растворитель, растворили цитохром в гидрофобный растворитель, оказалось, что там тоже такие же шарики получают такого же размера, хотя кругом жидкость, а никакой не кристалл. Потом мы подумали, что, собственно говоря, он и работает в гидрофобном растворителе, потому что он находится в мембранах внутри, там он плавает, там он окисляет. Одним словом, много работали, и сейчас это довольно для нас уже изученный, пройденный этап. Мы знаем, какие размеры, там два размера, соотношение белок-лепитов, все изучили этим словом, даже самим против. Но кроме того, поскольку у нас была хемилюмисценция как метод, она позволяет мерить кинетику реакции, рассчитывая с помощью математики примерно схему реакции и посчитать константы скоростей можем. Вот за счет этого кинетической хемилюмисценции, которая у нас была разработана, но это уже наш, можно сказать, профессиональный конек, этим я занимался с 1969 года, вот эта кинетика, по кинетике мерить свободно-радикальные цепные реакции, их структуру, константы скоростей, это мы умели делать. Ну и это все развивалось, 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 потом мы придумали красители, которые активируют хемилюмисценцию, гораздо легче стало мерить, там полторы тысячи раз активация интенсивности. В общем, короче, мы назвали это кинетическое активированное хемилюмисценцией. И с этим делом мы разобрались в механизме реакции. Что делает этот комплекс? Какую реакцию он осуществляет? Оказалось, что реакция очень простая, она повторяет то, что Бриттон Чанс открыл для обычных пероксидаз, пероксидазный цикл хорошо известен, в результате пероксидазного цикла первичный продукт это свободно-радикалы, такой же точно комплекс работает и тут, это циохром-цискардиолипиды, это комплекс, который продуцирует свободно-радикалы липидов. Все это мы сделали в нескольких кандидатских диссертациях, в нескольких статьях, на всяком уровне. Одним словом, тоже вроде все изучили. Ну вот изучили все вроде, теперь вроде и делать нечего, а еще дальше будем делать. И вообще зачем все это нужно было? Ну хорошо, хорошая игрушка, знаем как все работает, а практика-то как? Ну кругом врачи, поэтому они меня жить не дают, они говорят, давай что-нибудь придумай. И мы придумали сразу два практических применения. Первое практическое применение было связано с тем, что я познакомился с стронатком. Это замечательный совершенно врач, и поскольку я вообще-то позиционирую себя как фотобиолога, у меня работы первые были по медицинской фотохимии белков, а потом я немножко занимался фотодинамическими явлениями, я с ним как-то разговаривался, с этим человеком, не помню, даже на какой-то конференции были по лазерам, по-моему, да. А я еще лазерами тоже занимался, ну теория действия лазеров. В общем, но это к апоптозу не имело никакого отношения. И вдруг он мне говорит, знаете, Илья Андреевич, вот я сейчас занимаюсь лазеротерапией, и так интересно там, такое явление мы открыли, что вот по действию лазера вызывается апоптоз у больных, и излечиваем от раковой болезни. Ну, он мне схему нарисовал, как-то он все, он такой врач, который теорию хорошо знает, все понимает. Он нарисовал схему, ну схема простая, сейчас она всем известна, тогда это для меня была новинка. Значит, раковые клетки, они очень хорошо связывают гематопорфирины. Ну, вот так вот до сих пор толком непонятно, почему. Ну, примерно 8 раз лучше, чем другие клетки окружающие, не раковые. 8 раз это хороший коэффициент, его достаточно. Если вы такую клетку облучаете лазером, то там начинаются свободно радикальные реакции, образуются радикалы, краски сначала, потом еще какие-то, синегритный кислород, потом липидные радикалы. Короче, начинается липидная пероксидация, это хорошо показано, что там пероксидации и как следствие начинается апоптоз. Начинается апоптоз. Ну, вот это здесь на схеме нарисовано. И то, что апоптоз я услышал вот еще даже раньше, чем от Скулачева, от странатка, от лечащего врача, это, конечно, меня как-то вдохновило очень сильно. Я подумал, что надо вообще-то этим заниматься, как следствие, это же очень интересно. И попросил, чтобы он мне продемонстрировал, насколько эффективно вот это апоптоз активировать с помощью лазера. Он начал показывать мне фотографии. Я потом смотрел долго, много в интернете, на каких-то страницах журналах, но должен сказать, что таких фотографий убедительно, как у странатка, я не видел нигде. И это понятно, почему, потому что этот человек первый в Европе ввел лазерную фотодинамическую терапию в онкологию. Он первый стал в Европе делать операции. До него только в Америке была одна клиника, которая делала фотодинамическую терапию. А он был первый, и все европейские ученые сейчас, его ученики фактически, он до сих пор ездит по Европе и поднимает, так сказать, народ на это очень непростое, но очень интересное дело. Обычно операции делаются, конечно, там, куда лазер достает, то есть это кожные или через световод, если можно куда-то достать, до слизиста оболочка, то туда это операции делаются. Но эффективность колоссальная. если, как правило, пациент, это не первичный больной, у которого только пятнышко появилось, он пришел делать лазеротерапию. Как правило, сейчас еще популярности нет в этом методе, такой большой, как рентген, операции, лазерный луж, лазерный нож. И больные, как правило, сначала делают операцию, особенно если запущенная опухоль, конечно, сначала сделают операцию. Делают операцию, потом, чтобы остатки добить, облучая вот это место. Обычно после этого, или необычно, к сожалению, часто начинается рецидив. Какие-то клетки остаются, и они начинают снова дарить опухоль на том же месте. Тогда вступает сила терапии лечебная. Эти клетки подавляют, как могут, повторно облучают. Одним, что вот такие больные, когда уже видишь, что дело плохо, обращаются к фоторидомическому терапевту. И вот у таких больных, в общем-то, безнадежно, вы не поверите, 95% полного измечения. Это я не с моими глазами не поверил, и ушам, но это факт, это статистика странатка прооперировал 256 больных, вот на тот момент, как мы 7 месяцев статью написали обзорную. Вот, 256 больных у него было, вот из этих 95% излечений. 5% погибло, но они, безусловно, погибли и в любой другой ситуации. Вот это практическое применение. Я подумал, ну хорошо, люди применяют, а мы что, чем хуже? Наши-то шарики, они же тоже апоптос вызывают. Вот, я начал изучать литературу, я сейчас кончу скоро, я чувствую, что уже все устали, я сейчас кончу. Я начал читать литературу и понял, что в онкологии существует три очень таких понятных мне закона. Первое, раковые клетки отличаются от здоровых именно тем, что они не восприимчивы к апоптозу. В раковых клетках самых разных есть одно общее свойство, апоптоз их не берет. В раковых клетках 147 мутаций известно, которые направлены на многоэшелонную оборону против апоптоза. На всех стадиях апоптоза раковые клетки выставляют защиту. И поэтому они не поддаются апоптозу. Организм говорит умри, а он говорит нет, а я хочу жить. И если мы не вызовем апоптоз, то мы не сможем победить раковую клетку. А потому второе свойство закон онкологии я тоже вычислил. Действие наиболее эффективных противораковых препаратов химических основано на том, что эти лекарства вызывают апоптоз. Настоящие серьезные дорогие противораковые препараты не те, которые откладывают против деления клеток, отложишь немножко, а потом оставшиеся те, которые убивают раковую клетку. Рациональные те, которые убивают раковую клетку. Они все построены на том, что они стимулируют апоптоз. Но третья и самая тяжелая часть этой эпопеи заключается в том, что очень быстро раковые клетки приспосабливаются к лекарствам. Причем приспосабливаются совершенно удивительным и простым способом. Они его выбрасывают. Противораковые средства это чужеродное вещество, это мы называем ксенобиотик. Это соединение, которого в организме нет. К нему вырабатывается сразу своего рода иммунитет, создаются такие условия, которые узнают эту чужую молекулу. Она инкапсулируется и выкидывается из клетки. И этот механизм настолько работает сильно, что сейчас онкология вся занята тем, чтобы, во-первых, дать противораковое средство, во-вторых, дать еще второе средство, чтобы подавить эту противораковую защиту. Вот такая серьезная ситуация. А наш цитохром, цискардиолепин, наши наносферы, они, во-первых, катализируют липидную пероксидацию и тем самым должны вызывать апоптоз по всем параметрам. Во-вторых, они природные, это наша собственная структура клеточная, против них никакой защиты у раковой клетки быть не может в принципе. И по этим двум причинам можно было думать, что мы можем предложить, не лекарство, конечно, хотя бы препарат, который в перспективе может стать лекарством. И основа препарата это просто шарики потрясли и капнули на раковую клетку. Я этой идеей поделился с очень хорошим моим другом, американец, вернее, он русский, потом уехал, там живет. Есть такой Торчилин Володя, все его знают, все вот, наше поколение знают, он очень хороший ученый, он ведущий мировой ученый в области направленной доставки лекарств противораковых к раковым клеткам. У него хиржи где-то там 80, по-моему. Совершенно замечательный ученый. Вот мы с ним как-то на конференции поговорили на эту тему, я доклад делал и договорились, давай попробуем вместе, потому что у вас есть, у него все есть. У меня здесь были культуры раковые, которые нужны, вся техника для того, чтобы изучать. У меня же ничего не было, но у меня была идея, и эти шарики. И мы объединились и сделали работу. Вот эта работа, она началась с того, что мы там в этой статье сформулировали рабочую гипотезу, как это все происходит. Шарики подходят поверхности, проходят через поверхность, дальше приходят, подходят митоходы, попадают на митохондрию, там запускают липидную пероксидацию, митохондрия раздувается и запускается апоптос. Все звенья были аргументированы, там были литературные данные, какие-то наши данные, но все-таки окончательного доказательства не было, надо было вызвать апоптос. Ну, сделали опыт, получилось неплохо, по-моему. Вот здесь показано один из экспериментов, ну, сейчас у них там даже лучше получается, один из экспериментов такой, значит, вот зеленая, это клетки, которых мы долго там мучили всячески, контроли, они, в общем, все остались живыми, зелеными. Красная, это апоптос, а черная, вот такая темно-зеленая полоска, это нихроз. Вот смотрите, клетки А2780, это клетки яичника, яичника женщины, рака яичника, клетки рака яичника. Это клетки такие, ну, нормальные, да, они еще не приспособились к лекарствам. Их в концентрации такой же, как хорошее противораковое средство, такая же концентрация, малярная, сахром был столько же, сколько вот там у них обычно адрианомоцин и другие противораковые такие крепкие средства. Вот. В такой же концентрации почти полностью, они почти все клетки убили. Там некрозы было сколько-то вот полосок, и в остальное все красное, апоптос. Все клетки вступили вот апоптос. Лекарственно защищенные клетки, которые никак не реагируют на адрианомоцин, и на другие, это малтидраг-резистственные лекарства, средства. Как видите, малтидраг-резистственные штаммы. Это выработанный штамм, который долго выращивали в присутствии всех противораковых лекарств. Значит, он ко всем резистентен, с ним ничего не делается. Здесь его, конечно, убить не удалось так легко до конца, но чуть-чуть осталось там сколько-то, но 70% клеток все-таки убили в этом опыте, и из них больше половины это апоптос был. Значит, настолько обнадеживающий результат, что меня завалили, сейчас эти буржуи завалили приглашениями на онкологические конгрессы с докладами. Это очень смешно, потому что я никакой не онколог, вообще ничего в этом не понимаю. Но они меня приглашают, потому что вот эта статья нашумела там на Западе, теперь все репортеры одолевают, письма пишут, чтобы я лекарства прислал. Ну, это я к чему говорю? К тому, что не бывает теоретической науки, которая никогда ничего не даст. Она обязательно что-нибудь когда-нибудь даст. Ну, кстати, другой пример, это тоже пример с нашим прибором. Ведь вот мы, когда изучали эти свободно-радикальные реакции, нам нужен был какой-то метод, и самый лучший метод это был измерение химилисценции, сверхлабое свечение. Вначале было, потом оно стало активированным свечением. Но это было измерение кинетикой, математическим моделированием этот метод. Мы тоже подумали, что этот метод, он очень хороший, мы его используем, а почему бы его не применить в клинической лабораторной практике? И стали это делать, стали с врачами, у нас десятки работ с врачами, где проверяли там инфаркты, инсульты, чего только не делать. Оказалось, что очень счастливая, в общем-то, методика химилисценции к оксидативным ситуациям, к оксидативному стрессу. А поскольку оксидативный стресс сейчас это притчевоязыцах в медицинских журналах, то все хотят мерить этот оксидативный стресс. И в результате в университете был осознан, как вы знаете, технологический парк. При этом в технологическом парке мой сотрудник, который у меня информатику преподает, Дима Измайлов, подсуетился и сделал малое предприятие. Он вообще-то программист, он сделал очень хорошую программу, пауэрграф. Ну тут подсуетился, сделал малое предприятие, мы получили какие-то гранты и сделали разработку. И начали выпускать серийно, заметьте, серийно начали выпускать приборы химилюминометра для медицины. У нас, не у меня, конечно, а у малого предприятия, покупают уже десятками. И идут приборы, сейчас там проходят через разрешительную систему, и возможно, что это будет широко использоваться. Вот так вот происходит жизнь. И я в заключении хочу сказать следующее. Я думаю, что вот был такой человек, который, наверное, многие из нас еще помнят, Фридрих Энгельс, который написал очень интересную книгу «Роль труда в процессе превращения человека в обезьяну». Он имел в виду появление человеческого вида. Но если мы подумаем не только о человеческом виде, как вот биологическом таком явлении, а о человеческой цивилизации, то в роли такого мощного средства превращения обезьянов в человека выступила наука. А точнее обезьяне любопытство. Обезьяне было все интересно знать. Одна обезьяна что-то узнавала, потом научились говорить, говорила другая обезьяна, другая обезьяна то, что-то узнавала, и в конце концов обезьяна так хорошо все начали узнавать, что они стали делать новые предметы. Они знания свои мобилизовали, стали делать сначала каменные топоры, потом плуг придумали, потом колесо, потом пошло-пошло-пошло-поехало, сейчас уже сотовые телефоны везде укажены в кармане. И вот человеческая цивилизация, она идет по такому пути. Сначала любопытство, это фундаментальное знание, потом рождаются теории, теории рождают технологии, это тоже знание, но уже прикладное, а дальше идет практика, то есть производство, и все это вместе создает богатство, все это создает богатство, что сейчас люди в среднем на земле конечно живут лучше, чем жили обезьяны, и дальше чем неандертальцы. Ну вот это относится и к каждому человеку, поскольку всем преподаваем студентам, и тоже мы все это понимаем. Вот, например, был маленький мальчик, которого звали Юра Владимиров. Я очень всегда интересовался всякой наукой. Считал Жюль верный, вообще был любопытный такой. Вот на последнем курсе своего вуза я заинтересовался, может ли играть роль фотоны и электроны в живой клетке. На первом курсе уже аспирантуры Владимир Петрович Скулачев меня позвал на какой-то свой семинар, я рассказывал там тоже про электроны, про фотоны, про миграцию энергии. Это была чистая теория. Абсолютно. Потом, когда мы как-то размышляли, думали, читали, родилась теория свободной радикалы в биологии. Вот первое оказалось, что сверхслабое свечение связано с свободными радикалами. И с тех пор я занимаюсь свободными радикалами в биологии. Это самая основная моя, если можно сказать, научная профессия. Это породило технологию. Нам пришлось сделать хороший прибор активированный кинетический химинометр. Мы делали своими руками наверное пять или шесть поколений этих приборов и все время их улучшали. В конце концов кончилось тем, что мы двинулись в практику, стали выпускать приборы, не мы, а уже наши последователи, стали выпускать серийные приборы. Но это наверное нужно, потому что наша страна сейчас больше всего нуждается в собственных серийных приборах. Мы платим бешеные деньги за западную технику, за ее обслуживание, за закупку соответствующих реактивов. Все это мы наверное могли бы делать совсем по-другому и стали бы гораздо богаче, если бы мы из теоретических исследований собственных могли придумать собственное практическое применение. Вот на этой волне, что от теории к практике я бы хотел закончить свою лекцию. Спасибо большое, что вы меня так долго слушали. Спасибо. Большое спасибо Иван Андреевич за замечательную лекцию. Ну и по нашей традиции, как всегда, будут исчерпывающие вопросы. Правда, есть одно ограничение, тоже это наша традиция, и я ее выполняю неуклонно. Вопросы нужно задавать в письменном виде, не в устном. Если вы хотите что-то устно сказать нашему уважаемому лектору, можно остаться тогда, когда уже остальные удовлетворили свой интерес лекцией или записками, уже ушли, и вы можете в порядке очереди обеспечить ответы на ваши устные вопросы, если почему-то у вас не получается написать записки. Итак, если есть, я уверен, что будут вопросы, вот, то прошу подавать записки прямо лектору. Никакого здесь цензуры никакой не бывает. и пока пишут те, кто хочет спросить, а, уже есть, да, будьте добры. есть вопросы. Спасибо. Есть вопросы. Спасибо. Спасибо. вопрос. Спасибо. 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 Вопросы, конечно, разные. Есть такой вопрос. Вызывает ли техническое пальмовое масло, ТМО, раковое заболевание? Вопросы, наверное. Вопросы, конечно, разные. Если есть присутствие, скажем, примеси какие-то, то это будет, безусловно, канцерогеном. Это известно. Поэтому лучше вообще, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Лучше есть, в общем-то, свежие продукты. Это, наверное, нового я ничего не сказал. Лучше не пить одеколон вместо хорошего коньяка высокого качества. И так далее. Теперь еще были вопросы. Вы знаете, у меня есть вообще предложение к аудитории. Вы знаете, я понимаю, что, может быть, есть среди вас люди, которые хотели бы этот доклад как-то получше воспринять. Значит, есть два способа это сделать. Ну, во-первых, у нас очень простое общество. Оно называется Biofiz-Society. Значит, биофизическое общество Biofiz, как пишется по-английски, tere-society. tere-society.ru. Значит, на Biofiz-Society я свой доклад, скорее всего, выставлю. Вот там на этом сайте. Вот, можно будет посмотреть. Второе. У меня чрезвычайно простой электронный адрес. Я могу сейчас сказать, если кто хочет, пожалуйста, напишите письмо, я вам пришлю свой доклад. Вот. Ничего тут такого нет, я уже как-нибудь переживу. Только напишите что-нибудь такое. Лектория, например, в этом названии. Лектория. Я буду смотреть Лектория. Я тогда отвечу и пришлю вам просто доклад. Значит, мой адрес по почте страшно простой. Ю Влад. Шесть букв. Игрек. Ульяна. Валентин. Леонид. Андрей. Дмитрий. Игрек. Ульяна. Валентин. Леонид. Андрей. Дмитрий. Шесть букв. Ю Влад. Собака. Mail.ru. Вот. Очень простой адрес. Поэтому, если кому надо, чтобы я слайды прислал, я пришлю слайд, пожалуйста. У меня секретов нет. Там еще вопросы есть. Тут еще есть вопросы. Сейчас попробую их ответить. Я не все хорошо вижу. Причина появления. А. 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 Вы знаете, я бы сказал так. Ну, вот если можно так сказать, что они не могли не появиться. Вы понимаете, ведь вот жизнь существует благодаря тому, вернее, развивается благодаря тому, что существуют мутации. Вот если бы не было никогда никаких мутаций, а было бы ДНК. И вот поэтому ДНК вот с самого начала всегда был бы одни и те же организмы. Тогда какие были в древности там организмы, они такие бы остались до сих пор. Мы развиваемся, потому что происходит изменение в наследственном веществе, в ДНК. И появляются новые свойства у всего. 99 свойств несовместимы с жизнью клеток или организма. И поэтому эти мутации кончаются тем, что просто нет потомства, или человек умирает, или там животное не рождается. Но есть такие мутации, которые не приводят к никакому такому заметному изменению, но к чему-то приводят. И вот в результате в вашем организме, даже если вы никогда не болели никаким раком, и вообще рака на свете бы ещё в человечестве не было, а вот с сегодняшнего дня началась жизнь, то мутации бы происходили в нашем организме постоянно. И какая-то клеточка, нет-нет, а получила бы такую мутацию, что она бы перестала поддаваться сигналу апоптозы. Все клетки, которые устарели, мы меняем, потому что мы посылаем сигналы апоптозы, они умирают, их убирают, и на них вместо новые клетки делятся, хорошие. А эта клетка, она не слушается и делится сама по себе. Организму она не подчиняется, она такая самостивая. И она появилась из ничего. Она просто самозародилась, если можно так сказать. Поэтому надежды на то, что мы вырастим людей, которые не будут болеть раком, вообще-то мало. Потому что это, скорее всего, так не получится. Мы только даже хорошо научиться, как рак живёт и как он развивается, для того, чтобы научиться с ним бороться. И надо сказать, что здесь не без успеха дело постоит. Если сказать, какой смертность от онкологического заболевания была немножко раньше, скажем, когда мои родители были молодыми, тогда считалось, вот я знаю, в нашей семье, было стопроцентное уверенность, что если человек заболел, каким угодно раком он обязательно умрёт. Сейчас ничего подобного. Сейчас только очень запущенные формы рака нельзя излечить. А, к сожалению, мы их запускаем сами. Но, в принципе, онкология уже очень много что смогла сделать. И, безусловно, научные исследования, сейчас, я думаю, что нет такой области науки, где учёные никак бы не связаны были с раком. И химики работают над раком, и физики работают над проблемой рака, и биологи, и врачи. Наверное, изучение рака больше посвящено исследованию, чем любой другой области знаний у нас. Больше, чем космос, больше, чем даже промышленности. Но почему? Потому что враг большой, серьёзный, вековой. И постепенно мы его выдавливаем, позиции сокращаем, сжимаем. Жизнь всё дольше у раковых больных. Много полностью излечивается, чего раньше не было. Так что я в этом смысле большой оптимист. Я думаю, что онкология в конце концов победит. Может, мы с вами не доживём. Но и до нас люди жили, и после нас люди будут жить. В целом жизнь идёт вверх. Всё-таки. Вот сейчас я ещё посмотрю, что это просто хороший ответ. Когда мы уже практическое применение этого открытия накладывали? Я бы сказал так. Вы знаете, я не могу предвидеть конкретное для этого случая, потому что я не могу даже сказать, будет ли вообще когда-нибудь применено. Нет гарантии, что что-то окажется не так. Это ведь нельзя исключить. Правда? Но самое главное, что в среднем от открытия вещества до того момента, когда выпускают лекарства, проходит 10 лет в мире. Потому что когда вещество открыто в лаборатории, то надо сначала его хорошо проверить. Надо убедиться, что оно не имеет других действий, что оно не повредит, что оно не только вам не повредит, но и не повредит вашим детям. Там очень большое количество исследований и огромные деньги. Ну вот все говорят, что 10 и 10. Нужно для того, чтобы было новое лекарство, на новом веществе основанное, нужно 10 лет и 10 миллионов долларов. То есть, или миллиарда. По-моему, 10 миллиардов. Там огромные деньги и огромное время. Вот на то, чтобы довести до лекарства, это не просто проглотим. Можно проглотить, человек может вылечиться, но как лекарство, которое продается, которое миллионы людей будут сводить, нужно обязательно время исследовать. Так, еще есть вопросы? Ну вот, наверное, так более не все, да? Все, да? Спасибо. Да, вот сказано... Надо сказать, что раковые опухоли очень разнообразны вот по своему проявлению. Вот тут сказано, можно считать, что раковые клетки из паразитов. Нет, раковые клетки выросли из нас самих. Это не из других организмов. Раковые клетки – это не то, что нам кто-то принес. Это наши собственные. В этом все беда. Так. Спасибо.